Мама, что у тебя столько хлеба тут на подоконнике? А сколько у меня внуков? А что ты его делаешь, подсушиваешь? Свежий никогда в жизни не ела, ни выпечку, и вам не советую. Вредно, да? Очень вредно. И он, например, набирается еще даже больше. Вот тут у меня не было, наконец-то я накупила этих, отрубей не было, без отрубей. Блин. А вот это уже с отрубями черненькие, покажи какой. Ага. С отрубями. Наконец-то я отрубей нашел. Может, еще тебе икры не хочешь? Не. Заморской не хочу. Заморской ты не хочешь? Не, не, не. Что у тебя там, творожок такой, что-то с кофейком творожка какого-то там поесть? С медиком. Я сама, я только молочку, ничего, ничего не хочется абсолютно, никакой еды. Рыбу еще хочется. Да. Хорошую, да? Хорошую. Ну, вообще рекомендуют мелкую. Ну, и вообще не рекомендуют, сына. Да, красную не рекомендуют. Так она аквариум. Аквариум? Я-то выросла на натуральной красной. У нас родственники на Камчатке жили. Ну. Поэтому это совсем другой вариант. А что нам делать? Нет у нас натуральной красной. Так не надо скумбрия селедка. Скумбрия надоедает тоже. Селедка, честно говоря, уже тоже. Ну, а то, сына, это выброшенная. А то, ну, что выброшенная. Вкусно, жирно. По-богатому. Она выброшенная, она на антибиотиках выращенная. Ну, конечно, каждый день не стоит ее есть. Ну, там, себе иногда праздник сделать. Да, дурная цена, конечно. Что-то, 650 гривен килограмм. И там еще косточки добавили. А все же подорожало. Слушай, с гумбрия тоже 200 гривен, да? Нет. У нас тут такие спекулянты, я по 220 привозят. А я в Сильпопу, по 170. Хорошие купили. Ну, 220, ну, на привозе, там, где на заморозке, там, по-моему, 170 мы покупали. Ну, все равно все дороже. Ну, ого, цена. Ну, как-то непропорционально. Я согласен. Мне жалко сельское место. Они вообще ничего не подняли. Слышаешь, как это... Не пропорционально, я считаю, как бы, цена скумбрии, да, допустим, там, 200 гривен. Жена, поверьте, а наша вообще, у нас что-то есть пропорционально в нашей стране. И этой лосося, там, сейчас смотри, как-то. Ну, оно... Не настолько вкуснее, как в три раза, в общем. Да. Ну, медиком. Мама-то вражка вытащила. А что, у тебя копия еще есть, да? Да, сейчас грею. А со сметаной хочешь свежейший? Попробуй. Не, не, не буду сметаной. Он так жирный, как масло, да? И так жирный, мне зрители пишут. Очень. Что, ты? Да. Конечно, жирный, потому что все жарите. Мама, что мы жарим? Мы ничего не жарим вообще. Ну, ты... У нас такая порода. Мама, добрая. Иду, да, жирный. Я красивый. В меру упитанный. Даже не упитанный. У нас такая порода. Не надо никаких пород, у нас нет таких пород. Ну, а я какая, мелкая? Ну, ты. У меня не мелкая. Вот как, Надя, чтобы не пролить? Никак. Сейчас не умею. Мама пытается от 3-литровой банки налить, а ну. Смертельный номер. Хотела вот так вот. С банки прям болтых. Ой. А это молоко. Я так расстроилась. Хозяйка плохо себя чувствует. Наверное, козочек продам. Есть другие хозяйки, но я у них не хочу покупать. Это мы с тобой помнишь ездили в дом? Я сколько лет назад не помню. 15, майорах. Говорят, память плохая. Надо красную рыбу есть. Дорого. Антибиотик. Ой, в смысле, да. Антибиотик. Сына, красную рыбу не покупай. Рыб и жир надо есть. Я вчера очистила скумбрию. Жир прям течет с нее. Омега-3. Дай я тебе ложку подать, Антибиотик. Собралась тут счастливее. Что ты мне хочешь? Ложку помыть. Вот эта ложка, я понимаю. Если в глаз попадет, это серьезно будет. Мама, можешь вытащить? Я пить не могу. Рука устает держать. А ты еще сахар не положил. А я без сахара буду я с медом прикуску. Так, сейчас я вытащу. Мама, я надорвусь, заберете железную ложку. Так, все, сахар заберешь. Да не надо, сахар я сказал. А, все. Ничего не слышит. Я на своей волне. Ну, ложку вытащи из меня. Еще остался жир. Все, хватит мне. Ой-ой-ой, какое молоко. Фух. Это вообще, я сейчас, кроме молочки, ничего не ем. Правильно. Еще яблоки. А делаешь какой-то там себе кефир, квашеное, что-то. Молоко просто пьешь. А ну, как бы, не сильно рекомендуют. Валера, мы все разные, лечат нас одинаково. Вот, допустим. Разные, мы все люди. Мы все разные, посмотри на нас. Есть рептилоиды. Друзья, вы знаете, что есть рептилоиды? То есть, они как бы маскируются под людей, а на самом деле, нифига не люди. Может, их и по-другому лечить надо. Нет, понимаешь? На их непонятиях. Сыня, как лечит тибетская медицина и гемеопат? Он лечит. Куда я села? Куда ты села? Сына, он лечит. Я не знаю, такого крутого телефона, чтобы делал такой широкий угол обзора. С человека. Человек лечит. А ну, в сядь в кадр. Кто лечит? Гемеопат. Тибетская медицина. Человека. А у нас лечат. Болезнь. По... Как это называется? Протокол. Вот я пришла и говорю, я хочу вот это. Нет-нет, по протоколу вашего другое. Надо вам, понимаешь? И вот я хочу самое сейчас болезненное. Хотя уже лето прошло. Но это на моем опыте. На моем... Фотографии показать. На моем опыте. Загар. Вы сейчас загораете, лежите. Я когда смотрю, мне ее показывают, там лежат прямо под солнцем. Ноги туда-сюда, руки сюда. Вы себе такие болячки делаете в итоге. Вот я имела такую глупость. Я загорала, как негр была. Это мне было, сына. Сколько лет? Не знаю. 62. 62. В итоге, я себе... Девочка. Я не буду говорить, какую я болячку нажила. Но если бы я не это не делала, я была бы здоровая. И жила бы 120 лет. Покажи, какая черная была. Раз так можно делать? Покажи. 52 года. Нет, это тут черная. Ну, вот это в белой одежде, оно как бы так выглядит, как будто черное. А здесь? Здесь, здесь. Ну, посмотри. Черная. Ну, фотоаппарат, конечно, фотография не передает. Ну, загорелая, загорелая. Как негр. 52 года, когда уже пауза была. Менопауза. Люди добрые, подумайте о своей будущей старости. Оно здоровья не принесет. Все, что за НАТО, оно вредно. Загар тоже в нашем солнце. А еще кругом взрывы. Все это солнце, печери солнца проходит. Это вообще труба. А еще, я сижу отдыхаю. Сантехник наш. Думаю, что вы постоянно чистите нашу вот эту... Канализацию? Да, канализацию. Он говорит, слушайте, такое творится. Сейчас поддельный крот. Он все в пластилин втягивает. Мы, говорит, замучились. И говори всем, не покупайте крота. Он поддельный сейчас. Он делает просто из пластилина ваши трубы и наши, говорит, забивает. Мы, говорит, замучились. Уже такого никогда не было. Это, который трубу чистит крот? Да, крот. Мы часто пользуемся у себя. Да, сынок. Делает он хуже. Есть много всяких. Есть сода, есть уксус. Есть... Откруйте интернет. Пробивает пробку моментом. А крот поддельный сейчас. Мы, говорит, людям говорим уже, когда работаем. Подойди сюда, посмотри, что делается. Откуда этот пластилин взялся? Крот. Вот это для всех такой информации. А работают старики, в основном, молодые, это где, на войне. И старики там, говорят, мы уже задолбались. Я говорю, так вы недавно чистили. Представь себе, такого никогда не было. Мы почистили раз в три месяца и забыли. А теперь мы лазаем почти через неделю, две недели к каждому дому. Ну, ничего себе. Вот так со мной. Такая информация. А еще такой идеальный рецепт себе, забудете про бады, про всякие. Это мед, корень сельдерея и пыльца меда. Пыльца меда. Пыльца, ну, растений, которые собирают пчелы. Да, пчелинная пыльца. У меда нету этой пыльцы. А вот что, откуда он? Цветов. Такое есть вообще творог? Масло просто, да? Масло. Масло. Хлеб не даю? Не надо. Не даю, давай. Хлеб очень напекла. В чем мой хлеб еще преимущество? Он на опаре. Без дрожжей. Опара натуральная. Показать? Не, не надо. Не надо. Ой, это вообще без дрожжей. Смотри, как поднялся. Хорошо. Да. А там и семечки, и лен, и кориандр, и морковка сушеная, и травка. Руковная, руколовая закончилась. Травка. А, ботва святой. Ты мне ничего не привез здесь растения? Почему растения? Все высохло. Что, свекла высохла, ботва? Не, ну, свекла еще растет, мы ее даже еще не доставали. А вот этот большой, который называется, как у свеклые листья, засох? Ботат? Да. Нет. Ботут? Такой ты мне привозил, таким кустом еще. Помню. Как он называется? Мангольд. Мангольд. Не, по-моему, мы его это дернули, тебе привезли. О, это прошлый год было. Не помню. Не помню. Короче, базар, плакать хочется. Помидоры. Короче, я тебе скажу, что помидоры более-менее еще растут в этом году, вот огурцов вообще нет. Потому что у вас сорт в Англии, сына. Не, мы не наши садили, выгорело, все нафиг, не только что у нас. Высокостный год тяжелый. А помидоры, яблок нету. Яблок себе. А, спросила я, почему? Ну, даже у соседа вроде нет, у него всегда были. Хурма попадала, хурма. Там мне знакомые говорят, о, 3 года, 5, потом уже будете смотреть. Так у нас этому дереву уже лет 5 уже есть, но хурма попадала. Вся? Ничего не осталось? Нет, там 2-3 штучки держатся крупные. Ну, я у Валеры спрашивала, он такой вообще экзотику там все выращивает. Ну, да попадала. Видишь, у людей даже попадало. Даже у Валеры попадала. Да, вот у Валеры, которые экзотику выращивают. Еще пищенка не красивая, может, она тоже выращивает. Не знаю. Но это уже инжир продают уже наш местный. Ну, у нас получается, наш, он вымерз полностью в этом зимой. И начал с корня идти новый. Но сейчас вкус большой, как бы, а инжирки такие маленькие. Но они еще могут увеличиться. Ну, а что ж вы его не утеплили? А как его утеплишь? Ой, вот сейчас у меня еще напиток такой все равно. Пиво? Хмель. Хмель с медом. И травка, которая София Ротару пела. Как она? Не знаю. Лаванда. Лаванда и хмель. Вот они лаванду взяли, всю выкинули. Лаванды полные, кефалий. Так вы выкинули ее. Да. Не помню. Как пахнет чем? А у тебя нос аллергичный. У меня нос не аллергичный. А между прочим, я так сейчас вот мышляю, что все болезни, которые наши дети носят, это наша вина. Да. Это наша вина. Я уже так каялась, исповедовалась о Господу. Это по моим грехам у сына это аллергия. По грехам и недосмотру. Уж я так досматривала. Ты пересматривала. Так уже ты не сматривала. Но одного ребенка не сберегла. Анергия. Но когда ты понял, что это аллергия, думаешь, что простуда, да, Саня? Не, понимаешь, у меня она изначально была. Я заметил, знаешь, на пыль. То есть получается, когда тут жил нормально, а потом, когда переехал в Кире, временно мы жили, получается у них полностью другое. У них вот эти вот ковролины, потом тоже как бы какие-то вот это все. И в общем, у меня была жуткая, не то, что вот аллергия, а чихалка бы, я задыхался даже. Но потом по чуть-чуть мы там что-то поработали, там это что-то там навели трошечки в свой порядок. И как бы более-менее попустил организм, знаешь, чуть-чуть привык. А вот аллергийник пока не привыкает к организму. Хотя в этом году ее меньше бросить. Да ты что, больше? Не, я смотрю вокруг нас, там же пустыня. А какая-то химия есть, посыпаешь, чтобы ее не было? Ну, есть брызгать, но она дорого, во-первых, стоит. И это же не то, что, знаешь, если каждый около себя... Так она не тихо километры. Да, если каждый около себя обрабатывал, ее бы не было. Но получается там пару брошенных участков, по дороге, по улице, никто, знаешь, там около себя даже никто не хочет сильно чистить. Ну, поэтому... Ну, я спрашиваю, почему не у всех? Не у всех. Аллергии не у всех, но у кого-то другие аллергии. Ну, именно на эту гадость, на эту амброзию. И она, говорит, какая-то крупная, чем вообще уже бывает. Кто-то говорит, там, на тополь, на пух, да. Но у меня вроде как бы на пух нету. Вот она, продукты пищевые. У меня на сигареты, на дым сигаретный и на костер. На костер. А, на таблетки, капец. Я уже сказала, господи, раз мне так не идут таблетки, значит, на то воля твоя. Уже прожила так, без таблеток. Ты как-то без таблеток лучше жила, а потом что-то как-то... Ну, так оно не было у меня, сына. Вот эта ситуация, война, потом ты там сто раз ездил куда-то, никто не туда. Думай позитивно, что ты... Ой, схватит уже. Там Ира опять на какие-то курсы пошла. Она на курсы постоянно сейчас ходит. Она, у меня, вот, отличностный рост. Она везде сейчас записывается. Ты что, деньги платить надо? Ты что, какие? Большие. Деньги платят? Конечно. Боже мой. Это все это стоит денег, конечно. Да ты что, правда, что ли? Да. Владимир, ты шутишь? Нет. Слохотрончиков нашли. Все дорого. А если я буду говорить? Образование. А что, понимаешь, эти все успешные люди, они все через курсы прошли. Какие курсы? Вот у нас в подворотне жили. Работать, как быть богатой, счастливой. Как, чтобы семья была в достатке. Как муж, чтобы богатый. Владимир, хватит шутить. Ты что, обалдел, что ли? Я что, я обалдел. Я сначала обалдел. Потом привык. Может быть, ты все-таки по-другому заговоришь. Ирунду говорить такое вообще. Это неприемлемо. Это лохотрончики. Неужели деньги платят? Посмотри, как они живут, эти, которые курсы преподают. Да вот такие, как Ира находятся. По-богатому. Как Ира находятся. Платят. Неужели платят? Да, и потом они показывают, что, смотри, вот этот человек слушал наш курс, он богатым сразу встал. Ой, вот тема другая. Мне же тошнит. Ты сама начал его поднимать. Мне уже тошнит. Это надо слушать таких лохотрончиков. У нас в подворотне жили. Собли до сих пор висели. Кругом по... А теперь они магазины, бары, рестораны имеют. Они курсы проходили. Наверное, потом прошли. Не, ну понимаешь, магазин, бары, это как бы низкий уровень совсем. Ну, что это такое? На этом на жизнь чуть-чуть капает, хватает. Чтобы жить в Майами, во Флориде. Валера, я не хочу это было доводить. Все. Пэнхаус. Я убираю творог и не дам. Убирают творог. Капец. Чего нам бар-магазин в селе каком-то? Куда они уже зашли, а? Это что, Святая Греция так ее перекосила? Святая, это в монастыри, там же по монастырям ходила. Перекосила Святая Греция вверху. Нет. Это вообще, на что надеяться? На какие-то... Время терять золотое. Минута золотая. Вон детей куча. Никуда ни куча не денется. А личностный рост это важно. Ой-ой-ой-ой, батюшка Саровский. Старица небесная, прибавление ума, прибавь ума. Это вообще... Читайте псалтири, ум придет. Что надо делать? Ну, мам, псалтир пытались читать, но засыпаешь под него, ну как бы. Ой-ой-ой. Ты же не понимаешь, что ты читаешь даже. А бесы понимают, батюшка Саровский. Бесы понимают. Мы всегда говорим, батюшка, ну читай псалтирь. А бесы понимают. И уходят, уходят. Как-то видео снять, так это, сесть и читать чисто псалтирь. Может, бесы уйдут, наши хейтеры. Если бы... А, Господь когда-то... Это только святым дано, это страшное дело. Если бы я еще позволил видеть... Вы все тут попадали, не было в живых никого. Еще камебадов мне еще курса не хватало. Мама, потом будешь это, говорите, вот это моя невестка, вот там вот, видишь. Валера, все на какую тему говорит? На Олимпе. Так, давай про сок томатный говорить. Что про него говорить? О, делать надо. Я уже сделала. Так, что ты себе там трошки сделала, да? Хочешь попробовать? Не, не хочу попробовать. Ну, на одну ложечку. Я не люблю сок томатный. Я его люблю, когда он в каких-то этих... Там вот, Маира, борщ добавляет, там... Ну, понятно, понятно. Томатной пасты, чтобы вот это... На готовку. А так его пить как бы... Ну, если только с водкой, там, знаешь... Какая водка? Ты что, не пиво прекрати пить? Коктейль, кровавый Мэри, или как он там? Валера, пиво прекрати пить, тебе нельзя на таблетки. На таблетки. Я на таблетках. Я знаю умных людей, они в жизни даже бутылку пива в руках не держали наши. Да вообще. В руках не держали. Ну, они с бокала пьют, что им бутылку держать? Нет, когда покупают, они же должны что-то держать. А они в барах сразу с этих. Ой-ой-ой, я когда читала еще из Целесверы, православный журнал. Конечно, нет, тут мало света на меня падает. Ну... Так там, значит, пишут, что те, которые делают пиво, они просто ухмыляются и смеются. Кто ж это гадость пил? Действительно. Вот хмель заварите с медом. Еще лаванда сутка. Там же нету градусов. Водки налить туда чешу. Я скажу, успокаивает вообще. Как послушаешь, ведь попьешь вроде бы... Мама, ты уже новости не читаешь там в своем телефоне, нет? Уже все? А, что-то интересное прочитала. Вера Бережнева есть такая певица? Вера Бережнева есть певица такая. Ну, была, но не видел. Дочку показывали. С 12 лет в Буркфендом живет в Швейцарии. С 12 лет. Хай живет. Я еще такое... Я так возмущалась. У меня такая плевочка плевать на экран. Я представляю мамин телефон. Ты хоть в кулечке его одеваешь, знаешь, так в кулечке. Я на телевизор плевала, а потом выбросила. 25 лет телевизора нет. А теперь... Нет, я на телефон не стала плевать. Зачем ты показала? 20, 15, 14 лет она живет в Буркфендом. Мама, это неправильно. Это вообще... Она не должна с Буркфендом жить. Она должна с Геллфрендом жить. В Европе не положено так. Девочка с мальчиком. Ну, ее показали, у нее губы надутые уже. Надула губы 13 лет. Это у нее природное. Я своих девочек не могу вообще представить. Спасибо, Господи. Я тоже. Нет, показала на весь мир. И кого родит? Голубого. А может, не родит? Я как это буду. Тарас Бульбов. Я тебя породил, я тебе... Ой, девочек надо смотреть. Девочек надо смотреть. Да они у нас скромные, слишком уже. Они все в папу. Скромные, умные в маму. Дело в том, что Валерин отец женился в 33 года. И сын также в 33 года. Это непростой. Да. Да. Это получается возраст Христа. Иисуса Христа. Ну, на этом мы, как говорится, и ограничимся, как говорится, с хожестью. Что дальше жизнь отца не очень была. Так выбрал себе путь? Выбрал путь? Может быть, да. Так царство небесное... Мама тетя не пела. Пуй. В архистратику Михаилу молимся. Песный ход смотрю. В одни житейско-грозные битвы, В одни гонений и скорбей Приносим мы к тебе молитвы, Просим помощи твоей. Слыши нас, небесный житель, Архистратик небесных сил, Врага и злобы победитель, Акангель Божий Михаил. И еще, сына, У меня такая радость. В этом году я не покупаю клюкву. Почему? Потому что вишневый сок и вишня, Она гораздо переплюнула эту клюкву. Как переплюнула? Которую они собирают зеленую, Растилают, обрызгают и привозят нам. Я как прочитала про вишневый сок и про вишню, Тем более Господь в этом году столько вишни отвалил нам. Это вообще. Это чудо. Вот пить получается, что Ааа, по телефону нежно. Какая-то называется вода интересная. Ой, сына, сейчас я спрошу, Как это называется? Мама, интернет ударилась. Мама, давай будем петь и заканчивать. А то, что чихать начал. Начну сейчас. Ты где-то амброзию У тебя не сушишь, тут не? Ну там на чай, ну еще что-то полезное. У меня, ааа, Наташа, Наташа, Которая помидоры покупали мы. Она взяла и посадила у себя в огороде. Обалдеть. Сельтерская вода. Сына, сейчас же откроешь. У меня нету. Сельтерская вода. Да. Хотите спать, как мертвый? Как мертвый. Сельтерская вода 100 грамм, сок вишни 100 грамм и порошок магния чайная ложка. На ночь уснул и в пять проснулся. В пять уснул и в пять проснулся. Пол литра водки ты уснул надолго. Проснулся через сутки. Какие водяроводки? Почему ты не хочешь себе болтушку из пяти сделать? Мама, не хочу я болтушек. Я не люблю болтушки. Сделал мой знакомый. Люблю людей, которые конкретно говорят по делу. А болтушки это что-то мне не нравится. Болтушка, пять наименований аптечных. И закапывать в нос. Я не хочу я себя в нос закапывать. Ну так мучиться. Я таблетку съел. Господи, по моим грехам. По твоим грехам, мама, все. Все болячки детские запомните по нашим грехам и недосмотру. Да, боже мой. Аминь. Как я посмотрела все. Мама, давай заканчивать уже все. Да, все с Богом. Будем собираться. Мне еще на базар, мне помидоры, мне закатывают, мне на тренировку, мне куча дел. Все, спасибо, Господи. Встретимся, друзья, всем добра мира. Пока.